На календаре еще последние дни осени, а погода уже установилась зимней. С обсуждения метеоусловия началось еженедельное аппаратное совещание под руководством губернатора Сергея Мороза. Глава области поставил задачу качественного подхода к содержанию дорог, улиц и придомовых территорий. Поэтому я попросил бы и правительство, и руководство соответствующего министерства с учетом вот таких сложных погодных условий развернуть работу нашего постоянно действующего штаба и ежечасно информировать и руководство Ульяновской области, Александра Александровича Микальна, меня, Анатолия Александровича Бакаева и население Ульяновской области. Возможно, стоит уже ограничивать движение транспорта, если вот такой туман и такой снегопад. Капризы погоды уже принесли хлопоты ульяновцам. Почти полмиллиона жителей города на прошлой неделе чуть было не осталось надолго без горячей воды и тепла. Но силами водолазов и работников водоканала ситуацию удалось разрешить в кратчайшие сроки. Глава области распорядился в ближайшее время подготовить церемонию награждения всех, кто принимал участие в спасении города. Прогноз должен касаться не одной погоды. Заканчивается год и самое время подводить его итоги и определяться задачами на будущее. 1 декабря начнет полноценно функционировать новое правительство области. На первых же заседаниях оно обсудит программу неотложных действий. В следующем году весной мы начинаем строить на территории промышленной зоны Заволжи крупные предприятия, еще одну площадку по производству низковольтного оборудования совместно с компанией Легран, с общим объемом инвестиций не менее 1 миллиарда рублей, что окончательно делает Ульяновскую область площадкой по локализации всей промышленной деятельности данной французской компании. То есть мы становимся единственным регионом, партнером этой компании. Именно здесь все компетенции у нас, причем не только производственные, научно-технические будут сконцентрированы. В муниципальных образованиях ведется подготовка к принятию бюджетов. Распределены три дня по графику, когда каждое муниципальное образование, своей делегацией, которая включает главу администрации, главу муниципального образования, руководителя группы «Единая Россия», которые вышли с этой инициативой и с предложением к региональному отделению, обсудят до принятия бюджета во втором чтении в муниципальных образованиях. Вот эти три дня есть для обсуждения и корректировки бюджета в связи с теми наказами избирателей, которые мы получили в ходе 2016 года, в ходе 2013 года. Итоги социально-экономического развития региона за 10 месяцев подвел заместитель председателя правительства Олег Асмус. Мы имеем индекс промпроизводства 98,3%. С начала года идем вверх, с начала августа мы практически на одном и том же месте стоим. Значит, по итогам ноября прогнозируется, что индекс промпроизводства составит 99%. Уважаемые коллеги и ответственные за отрасль. Один процент остался, один месяц остался. 99% по итогам ноября мы будем иметь. Где видятся какие-то резервы? Ну, например, Ульяновский механический замовод планирует только в ноябре произвести продукцию на сумму 24 миллиарда рублей. Это в четыре раза больше ноября прошлого года. В лидерах ПФО область находится по темпам роста заработной платы. По итогам девяти месяцев средний уровень зарплаты по полному кругу организаций, то есть по всем, и крупным, и мелким, и средним, составил 23 694 рубля. Относительно начала года мы приросли в зарплате где-то на полторы тысячи рублей. Темп роста зарплаты в Ульяновской области один из самых высоких в округе. Второе и третье место в округе мы делим. Значит, прогноз по 2016 году в целом 24 300. Муниципальный вопрос остается на повестке дня. Глава области распорядилась создать дирекцию по региональным вопросам, задача которой войдет в первую очередь в курирование строительства и создание инфраструктуры вокруг Центра медицинской радиологии в Димитровграде. У нас будет создана в рамках вот той большой работы специальная дирекция по всем региональным и муниципальным вопросам в связи с окончанием строительства ядерно-медицинского центра. Мы выходим уже на финишную прямую. Для этого нам, конечно, нужно будет ускорить подготовку кадров, ускорить строительство жилья, серьезно усилить социальную и благоустроительную инфраструктуру. Конечно, для нас крайне важно усилить культурную и социальную политику в этом муниципалитете. Радует индекс цен продовольственных товаров. На их снижение существенно повлияли проводимые губернаторские ярмарки. Что касается ценовой ситуации в ноябре уже, то у нас выявилась следующая тенденция, что на большинство продуктов питания – куры, колбаса, рыба мороженое, масло подсолнечное, масло сливочное, молоко, сметана, творог, сыры, яйцо, соль, мука пшеничная, хлеб, ржан пшаной из муки первого сорта, рис – цены стабильны. Второе – отмечается некоторое снижение цен на свинину, кроме бескостного мяса, молоко питьевое, сахар, песок, капусту, белка, чану и яблоки. Ну и есть некоторый сезонный рост на цен на плодовощную продукцию – это картофель 103,4, лук 107,8, морковь 111, ну и немножко есть снижение цен на яблоки. И заключение проверки внутридомового газового оборудования, проводимого по поручению президента. Из обязательного перечня проверено чуть больше 4 тысяч абонентов, по которым выявлено порядка полутора тысяч нарушений. По результатам проведенной работы 120 абонентов, не имеющие договора на техническое обслуживание, заключили такие договоры. Помимо обязательного перечня – это группы соцриска и граждане, у которых нет договоров, еще проверено прочих потребителей – 10,5 тысяч человек. Полностью же проверки должны завершиться к 5 декабря. Егор Титов, Юрий Конехин, новости Ульяновской правды.